Китайцы стали покупать воздух горного Алтая, сообщают корреспонденты московского комсомольца на Алтае. Продавать воздух начал предприниматель из Горноалтайска. Воздух содержится в баллончике, его можно распылять. Специалисты говорят, что китайцы с удовольствием покупают баллончики. К слову, так как информация появилась 1 апреля, сначала все ее восприняли как шутку. Оказалось, это правда. Растаявший снег оголил проблемы Бийска, которые накопились за зимние месяцы, пишут корреспонденты Бийского рабочего. Прежде всего, фотографии свалок мусора с жалобами жителей появляются на страницах в социальных сетях, посвященных городу. Зачастую стихийные свалки образуются прямо рядом с мусорными контейнерами. Такую картину можно наблюдать даже не заезжая в дворы. Дополняют картину «Последствия любви к животным» и вечная классика «Разбитые дороги». Подробности на страницах Бийского рабочего. А вот в Рубцовске вновь проблема с канализационным коллектором. Совсем недавно там отремонтировали главный, пишет информагентство Банкфакс. Как в другом районе города вновь обнаружили повреждения. Как рассказал корреспондент и руководитель МУП Рубцовский водоканал Евгений Зазнобин, на месте уже ведутся работы. Устранить проблему планируют уже на следующей неделе. Подробности на Банкфаксе. По Барнаулу ездят необычные грузовики и бетоносмесители. Вместо угрюмой камазовской мешалки на дорогах города можно встретить ананас, клубничку и арбуз. Оказалось, машина – это не узкая спецсерия производителей. Их раскрасили барнаульцы, чтобы порадовать жителей, пишет комсомольская «Правда Барнаул». Горожане затею оценили. Необычные машины вызывают удивление и улыбку. Студенты технического университета помогут жителям Барнаула перейти на цифру. С 3 июня в крае прекратится аналоговое телевизионное вещание. А многим жителям краевой столицы, особенно пожилым, понадобится помощь в подключении и настройке. Помогут волонтеры. В составе отряда 50 человек, пишет Политсибру. Обучение для ребят организует Министерство цифрового развития связи края. Редактор субтитров А.Семкин